Здарова народ! И сегодня мы поговорим о резисторах. О том, как они работают, какие существуют резисторы и как подобрать нужный резистор в вашу схему. Для того, чтобы понять, как работает резистор, нужно вспомнить закон Ома. Из формулы мы видим, что если мы будем увеличивать сопротивление в цепи, то ток в этой цепи будет уменьшаться. Такой вид взаимосвязи называется обратно-пропорциональное. Грубо говоря, резистор ограничивает ток, протекающий на нашем участке цепи. Если до резистора у нас было большее количество тока, то резистор нам его ограничил, и на выходе мы получаем уже меньше тока. Различают постоянные и переменные резисторы. Если с постоянными резисторами все интуитивно понятно, что их сопротивление не должно меняться, и обозначаются они двумя способами в соответствии с российским ГОСТом и в соответствии с ИСО, то переменные резисторы бывают нескольких видов. Сюда можно отнести фоторезисторы, которые меняют свое сопротивление в зависимости от освещенности, терморезисторы, которые меняют сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды, и также сюда можно отнести варисторы. Это такие резисторы, у которых нелинейная зависимость по отношению к напряжению. То есть резистор имеет разное сопротивление в зависимости от того, какое напряжение к нему приложено. Противление измеряется в Омах. И если мы говорим о постоянных резисторах, то существуют фиксированные ряды номиналов. Они обозначаются как Е3, Е6, Е12, Е24, Е48, Е96 и Е192. Все ряды отличаются процентом точности, который имеет резистор. Начинаются они с 30% точностью на Е3 и заканчивая 0,1% точностью на Е192. Их еще называют прецизионные. Самыми распространенными резисторами является Е24 с 5% точностью. Хочешь купить прецизионный резистор? Готовь свои бабосики. Сравним цены в чип и тип на самый обычный резистор в 100 Ом, но с 5% точностью и с 0,1% точности. И если 5% стоит 3 рубля, то резистор с точностью в 0,1% стоит 20 рублей. Разница в 6,5 раз, так что решайте сами нужна ли вам такая точность. Да, еще стоит вспомнить, что существуют разные корпуса резисторов. Кроме обычных корпусов с обычными ножками, существуют еще SMD резисторы, то есть для поверхностного монтажа. SMD резисторов существует следующих типоразмеров. 0,2-0,1, 0,4-0,2, 0,6-0,3, 0,8-0,5, 12-0,6, 18-12, 20-10, 25-12. Эти цифры обозначают габаритный размер резистора в дюймах, а также мощность резистора. А число, стоящее на корпусе такого резистора, имеет определенный код, который говорит, какое сопротивление имеет данный резистор. Если вам в лом запоминать все эти числа и лень перевозить, то снизу в описании я оставлю какой-нибудь сайт, где вы сможете онлайн перевести. Также рекомендую вам скачать приложения. Одно из них тоже будет в описании. Это удобно, чтобы каждый раз не лезть в интернет, просто открыли приложение, забили код, и вот вы уже знаете. Но по опыту скажу, вы очень быстро научитесь, если будете часто это использовать, и перевести код в сопротивление для вас не составит никакого труда. Кроме того, что резисторы отличаются своим сопротивлением, они еще отличаются своей мощностью, измеряемой в ваттах, и обозначаются разным количеством черточек на чертеже. И давайте посмотрим на практике, зачем нужно учитывать такой параметр, как мощность. Соберем простую цепь из источника напряжения, состоящей из двух литий-ионных батарей, и резистора с сопротивлением 18 Ом, выполняющего роль нагрузки. Резистор имеет формат 1206, а это значит, что он рассчитан на мощность в 0,25 Вт. Из окона Ома получен ток, который протекает через резистор. Он равен 0,413 А. Для того, чтобы рассчитать мощность, необходимо возвести протекающий ток в квадрат и умножить на напряжение, проходящее через резистор. В итоге получаем мощность, равную 1,27 Вт, что превышает мощность резистора более чем в 5 раз. Если мы подадим напряжение на резистор, то он очень быстро нагреется и расплавит макетную плату. Поэтому, чтобы такого не произошло, необходимо использовать резистор мощностью в 2 Вт. Что касается внутреннего устройства резисторов, то они устроены по-разному. Существуют проволочные резисторы, где на каркас намотана проволока. Длина проволоки определяет сопротивление резистор. Но обычно у таких резисторов высокая индуктивность, потому что проволока наматывается по спирали. И эта индуктивность, как паразит, будет влиять на вашу цепь. Да, если вы собираете простую цепь, простой делитель напряжения, то вы можете это не учитывать. Но если вы собираете такие устройства, как фильтры, генераторы или прочие устройства, требующие высокой точности, то вам нужно присмотреться к другим резисторам. Например, к металлическим. На пластиковый корпус наносится тонкая пленка из металла. На конце конструкции надеты колпачки, которым подведены проволочные выводы. Также существуют металлофольгированные резисторы, выполненные из тонкой пленки. Угольные резисторы, которые используют сопротивление графита. И интегральные резисторы, выполненные на основе слаболегированного проводника. Такие резисторы еще применяются в интегральных микросхемах. В конце также хотелось бы сказать, что резисторы можно соединить последовательно, и тогда сопротивление всей цепи будет складываться из суммы отдельных сопротивлений. Или параллельно. Тогда общее сопротивление цепи будет сочетаться по следующей формуле. Еще из двух резисторов можно собрать делитель напряжения Его функция вытекает из его названия Напряжение на разных участках рассчитывается по следующим формулам Фух, ну вроде это все, что я вам хотел на сегодня рассказать Спасибо, что продолжаете поддерживать проект, это очень важно для его развития Если вы занимаетесь электротехникой и вам интересно развитие данной тематики То подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео Пока!